Чемпионат России по ралли завершится 15 августа, а мы уже можем назвать имя чемпиона. Это калининградский гонщик Дмитрий Мячин. Как же так? Соревнования не закончены, а победитель есть. А дело вот в чем. Чемпионат России состоит из шести этапов. Но наша команда так хорошо выступила на пяти, что ее уже не догнать. Четырежды они приходили к старту первыми. Чемпионат России – состязание, удивительное по своему многообразию. Тверская область, Псков, Ростовская область, Карелия зимой и летом. Совершенно разный характер дорог. Я имею в виду ширину, тип покрытия, количество трамплинов, среднюю скорость на спецучастках и так далее. И такого разнообразия не дает, наверное, ни один чемпионат. В этом плане здесь очень интересно. Бывают очень жесткие дороги с большими камнями, где нужно ни в коем случае не съехать с траектории, потому что можно пробить колесо, потерять много времени. И в каждом регионе свои условия, и продумать все практически невозможно. Так что зачастую приходится находить какие-то инженерные решения на месте и воплощать идеи, по сути, на коленке. В частности, в Ростовской области на гравийной дороге встречались такие участки, на которых машина чуть ли не полностью погружалась в воду. В итоге здесь была установлена заслонка, которая тросиком управлял штурман. И при подъезде к броду, получалось, что у штурмана там есть педалька дворники, и была заслонка. А при подъезде к броду по команде пилота штурман нажимал дворник, тянул заслонку, при этом еще держась в автомобиле. Вот эта машина, точнее то, что от нее осталось, доказательство не все гонки и не для всех заканчивается счастливо. Когда она кувыркалась в воздухе, упала потом вот сюда, вот с задней частью. Ну, конечно, стандартная гражданская машина, от нее вообще ничего бы не осталось в такой аварии. То есть так, как и людей внутри. Но спортивная машина настолько безопасна, что позволяет выйти, как говорится, сухим из воды даже в такой аварии. Кстати, сам Мячин тоже был довольно близок к аварийной ситуации. На лесной гравийной дороге на скорости 150 км в час. Из-за таких высоких скоростей мы фактически полностью полагаемся на стенограмму, которую нам читает штурман. Зачастую приходится поворачивать автомобиль еще для того, как ты видишь поворот, просто для того, чтобы остаться на дороге на этой скорости. Это такой уровень взаимодействия с штурманом, доверие очень высокое и определенная методика записи дороги. К сожалению, бывают ошибки в стенограмме. Вот из-за этой ошибки команда ТБР чуть не застряла в лесу на пятом этапе и не решилась чемпионства. Но мы-то уже знаем, что у этой истории был хэппи-энд. Никита Обревко, Матвей Мельников, Служба новостей.